Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак и сегодня мы играем снова с Хеопсом, но в этот раз он не захотел играть ни на каких шаблонах, то есть играем на обычной случайной карте. Здесь можно ожидать всего, мы можем появиться на соседних зонах, очень быстро может закончиться игра, ну в общем, ну вот, видите, да, у меня одна дорожка, которая ведет к порталу, который довольно легко пробивается и в общем-то все. Ладно, против нас, ой-ой-ой, ведамина зашла, неплохо, неплохо, ведамина это мой любимый герой за эту расу, так, ставим пристанище, давайте разгоним ведамину, посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Так, ну, одного героя мы погоним за древесиной, ним у нас стала ведамина, и вор пришел. Нет, нельзя, соперник спрашивает, нельзя ли убрать навык. Так, тактика классный вообще-то навык, я написал сопернику об этом. Как бы все за ним, меня он бесит, говорит. Ну, на любителя. Так, еще и септиена есть. Давайте ее тоже разгоним. Такс, 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 куда мы погоним септиену? Ну, пускай собирает здесь рядышком халяву. Так, утопия даже есть. Очень интересно может развиваться игра. Что же, выкупаем скелетов побольше. Зомбари, зомбари, что с вами делать? Стражей, пожалуй, не буду с собой брать. Бесы. Вообще, даже вот так вот зомбари возьму. Хотя, хотя, хотя. Сделаем-ка мы два стека ударных. Ними, собственно, и будем воевать. Вперед, прячем ударные стеки. И закрываемся, чем попало. Закрываемся. Так, ну что же, снова ООО. Давай сюда, сюда, сюда. Минус один стек. Хорошо. Он все равно достает. Ну ладно. Тогда бьем как можно быстрее. Ну что ты будешь делать? Вот так. Пять один, троих пробили. Так, есть проход на болото. И это единственный выход у нас, не считая вот этого вот трежери какого-то рядом. Ладно, мы пока что немножечко поникрим. Нам надо качаться. Давай сюда. Один вниз пойдет, один вверх. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Ускорения нет. Нет, у нас есть щиток. Ну, щиток это тоже неплохо. Здесь проход, я так понимаю, все равно есть. А пошлите вверх. Раз они сюда вниз пошли. Так, отлично стали. Таким образом, что я смогу их пробивать. Минус один стек, минус второй стек. И сейчас будем... Соперник спрашивает, с кем можно воевать. Так, это единички. Ладно. Докуда они здесь? Встанем сюда. Сюда. Ой-ой-ой. Ну, ладно. Зомбарей, в принципе, не жалко. Убираем, чтобы они тут не мешали. Ну, и по очереди один за другим просто выбиваем. С минимальными потерями вообще. Забираем все то, что нам надо. Так. Ну, и пора идти на болото. Других вариантов у нас вроде как больше и нет. Болото так болото. Прячемся. Закрываемся. Ну, зомбари тут тоже лягут. Ну, в общем-то и хорошо. Лягли все, поэтому не будут нас замедлять. Очень сильно. Так. Минус один стек. Можно щиток даже сколдовать. Вверху справа. Спрашивает соперник нас, где мы. Эх, они начали по верхнему бить. Еще и мораль сработала. Это, конечно, обидно. Сколько у нас жизней? Два. Здесь, конечно, неприятные потери были. Еще и с гремлянами битва. Вперед. Тоже, наверное, наверх. Этих вниз для отвлечения. Разделили на две части их. Все, единички, пожалуй, можно убирать. Вейт. Убираем. Отлично. За раз выбили всех этих ребят. Давай сюда. Сюда. Так, тебя за вейтем. Тебя убираем. О, хорошо. Как раз два стека пошло вверх. Которые мы сможем вырезать. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не дорезали. Но это не страшно. Единичка нам особых проблем там не наделает. Вот подставляется еще один. Все, без потерь. Так, а тут алибарщики. Здесь будет немножечко сложнее. Ой-ой-ой-ой, как же их много. Ладно, давай сюда. Одного вниз. Они будут первые ходить. В этим все. Самый долгий. У меня четвертая битва уже. Раз. Добиваем. Ай-яй. Мораль, конечно, может нам натворить тут делов. Что тут и говорить. Щиток есть один. Может, конечно, рано я его скастовал себе. Очень даже может быть. Так, хорошо, что пока единичек съедают. Так, тройка, пятерка. По тринадцатке бьем. Тоже съедаем тринадцатку. Самые ударные стыки стараемся съедать в первую очередь. О, отлично, на единичку купился. Так, и налетаем на тринадцатку, пока она не пришла к нам раньше. Ну, надеюсь, мы сейчас возьмем еще какой-то замок. Ну, не сейчас, а чуть позже, конечно. Заэксперт или некромантию. Ай-яй-яй, соперник меня заговорил, но успел доходить я. Фух. Первый ход сделан. Мы уже, в общем-то, сейчас пособираем все, что нам надо. Зона у нас маленькая, делать на ней особо нечего. И мы уже с нее, в принципе, вышли. Нычка. Здесь есть птичек. Грома. Вот только как мне сюда попасть, я не знаю. Ну, я двигаюсь, в принципе, приблизительно к центру. Надеюсь, что со змейками необязательная будет битва. Очень много у меня скелетов слилось, но зато теперь уже экспертная некромантия и фарм скелетов пойдет быстрее. Даже надо было на своей территории перед выходом, наверное, посетить башню Марлета, чтобы дополнительная защита была. И силу магии можно было. Ну, поспешил быстро выйти с территории. А теперь уже возвращаться особого смысла назад, конечно, нет. Если выбежал, то надо идти дальше. Так, ящик Пандоры тоже. Кстати, вполне возможно, что его можно сзади подобрать. Мы играем без правил, поэтому этим пользоваться можно. Единственное правило у нас это не использовать дипломатию. Ну, у нас дипломатов, в общем-то, и нет, чтобы их использовать. Я думаю, не крик мы будем в две стороны. То есть, я еще Ведамину буду качать. Потому что два лучших некроманта, которые могут нафармить огромное количество скелетов, это Исра и Ведамина. Больше них не может нафармить никто. Так, забираем все это дело. Берем себе защиту и направимся к замку. Самоцветы нам пока не надо. Нам это не горит. Вот на обратном пути уже будем их забирать. Так, забираем эти артефакты. На следующий день будем подвозить. Ну, а галтранчикам мы видим, что проходов все-таки вперед нет. Но для нас, конечно, лучше тогда воевать с гнолами. Так, ладно. Ну, тогда ударный стек уже будет один. На большие я себе позволить не могу. Сюда, сюда. Ну, и один вниз. И все пошли вниз. Вот нехорошие люди. Давай сюда, сюда. Два внизу. Да уж. Ну, придется выйти. И назад. Слишком много их тут подошло. Это, конечно, создаст мне определенные трудности. Вот так. Так. Побольше единичек наставить, чтобы они в них врезались. Ну, вот. А теперь мы будем их потихонечку съедать остатки. Проблема в том, что они на большое количество разделились. Ну, ничего. Мы, в общем-то, нормально пополнили себе запасы. И теперь... Надо брать замок. Ладно, поехали. Вперед, вперед, вперед. Тут выйтемся. Вперед, вперед, вперед. Подходить пока смысла нет. Иначе мы многих потеряем. Лучше пока единичками прикроем стрелков. Вот. А теперь мы единичками блокируем стрелков. Стрелки не могут стрелять. Они будут сражаться с нашими единичками. А мы таким образом с вами потихонечку подберемся. Поближе к ним. И со следующего хода начнем их уже, наверное, уничтожать. Ну, вот и все. Восьмерых всего лишь потеряли. Так, так, так. Есть ли смысл заходить в замок? Не знаю. Что строим с вами кладбище? Во втором замке ставим таверну. Золото пока возьмем. Ну, здесь уже алмазных големов нам пробить будет проблематично. Зомби пробить можно. Ну, неизвестно, насколько они стеков разделятся. Учитывая то, что у нас армия слабая. А чем слабее у нас армия, тем на большее количество стеков они делятся. Нейтралы. Поэтому стоит ожидать большого количества. Так, дубина Огра. Она плюс 4 атаку, по-моему, дает, если я не ошибаюсь. Мы с вами за два дня уже себе третий уровень набили. Но Огров мы пока с вами не сможем осилить. Это для нас чересчур. Шансов у нас в этой битве нет. И как-то вот я вышел на эту территорию, но... Абсолютно ничего на ней нет интересного. Абсолютно. А единственный выход с нее как раз через этот портал. То есть в ближайшее время мы, наверное, будем страдать фигней. Нам даже скелетов копить негде. Везде стрелковые блоки. Ну, единственное, можно будет наездников на волках пробить. Но их очень много. Опять же, не потяну я их. Стрелки все сразу отпадают. Так, передаются нам данные. Наверное, сейчас придется тянуть подмогу. Тянуть подмогу. Так. У нас есть тряпки. Поместье можем с вами поставить. Зомби. Два зомби нам особой роли не сыграют, конечно. Так, у кого-то грамотность. Ага, у септиены. Септиена сейчас все доставит. Ведамины на разгоне ссадим внутрь. Септиенко везет нам армию. Главное не промазать тут. Влезем в битву. Так, давайте разгонимся. Артефакт у нас невосприимчив к волне смерти. Волна смерти, если вы не знаете, она в основном заходит именно некромантом. Поэтому, навряд, наш соперник будет ею обладать. Что сядем пока в замок. Особых дел у нас нет. Когда играете на простых случайных картах, а не на шаблонах. Вот тогда-то зоны довольно здесь скудные. Появляются. Нам нужно где-то... Кстати, вот здесь виднеется какая-то шахта или нычка. И я думаю, септиена на следующий... Хотя она, наверное, не доедет. В принципе, у нас есть два варианта. Либо сейчас сбежать в лабораторию алхимика брать. А потом уже на следующий день сюда. Или сразу сюда. Ну, я думаю, раз мы находимся вверху, можно сразу же будет сейчас зомби пробить. А дальше уже пойдем вниз. Заодно септиенко к этому моменту там разведывает. Вообще, что там за охрана? Стоит ли туда идти? Хотя, опять же, идти сюда стоит, потому что у нас армия будет заканчиваться. Нам ее нужно будет пополнять. И мы, скорее всего, вернемся домой. Также, играя за некромантов, важно поставить мавзолей на первой неделе. Но серу я нигде не нашел на карте. Пока что. Так что, отпадает у нас мавзолей. Скорее всего, будем играть через вампиров. Единственная, но усилитель некромантии нам тысяч. А, гильдия магов все равно надо. Значит, охота у нас будет идти за золотом. Если насобираем, тогда стоп. Гредить мы их пока не будем. Значит, тогда нужно на цитадели, на замок копить. Нужно золото. Золото, золото. Серый вот здесь немножечко есть. Ну, наверное... Я вот не знаю, от скольки до скольки может выпасть серый. Знать бы, что хватит. О, не. Такое количество стражей я не проебил. Это 100%. Наверное, придется вернуться домой и тут повоевать с кентаврами, со скелетами и с хоб-гоблинами. Здесь будут очень маленькие потери и мы сможем с вами вырастить большее количество скелетов у себя. Надо будет посмотреть на соседних зонах. Может, здесь какие-то есть тоже порталы. Вот здесь вот улик, конечно, хороший, но чемпионов я не пробью. После взятия улика игра бы дальше пошла хорошо. то черный рынок тоже для тех, кто не знает. Черный рынок может вам позволить из очень плохого положения в общем-то выиграть уже проигранную битву. На нем главное вам доставать где-то ресурсы и их очень-очень дорого можно на черном рынке здесь продавать. А, стоп, нет, черный рынок это ж артефакты продают по-моему или нет. В общем, там есть два рынка я вот не помню какое это, ладно. Ну что, септиена отдавай нам армию. 47 штук. Отымели меня медузы, говорит. Так нам нельзя на них идти. На стрелков нельзя идти на первой неделе. Я с пешеходами воюю. Так, забираем все это дело и вперед на разведку. Зомби снизу. Зомби вообще вот терять не жалко, потому что тягать их с собой лишняя морока только. Давай сюда, сюда. Так, ну и внизу сами зомби. Отлично удалось на них разделить. Так, ну уже нарвался. Мочканул троглодитов 110 и в принципе я больше половин медуз. жалко, конечно. Ладно. Ой-ой-ой, убираем. Грыженный стек, вот это для нас беда. Так, снимаем ответный удар, чтобы они уже не отвечали. Тоже, наверное, придется снимать ответный удар. уходим вперед. Теперь, когда они не отвечают, их можно спокойненько бить. Что, убили мне одного? Да ладно. Эх, из зомбаря мне съели. Только к тебе можно пробиться, говорит. каким образом? С одной стороны единороги, с другой медузы. Нет, ко мне не пробьешься. Я две зоны уже прошел. Они ведут фиг знак удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, надо убирать. Так, вырезаться надо как можно раньше. Ладно. Выйтимся, уходим. давай вниз. Смысл какой нужно? Ага. Вот они стали как раз так, чтобы мы могли их двумя стеками бить. Отлично. Вот только тряпку потеряли. И сразу же земля зашла. Замечательно. Так, будем разгоняться прямо на шахте. О, так у нас жил Ивара, еще есть армия. Ну, вот и хорошо. Тогда Ивар станет где-то здесь. так, и все. По золоту беда. Дальше у нас что-то, мне кажется, скоро мы начнем фигней страдать. Так, Септиенко. О, с гнолями можно будет повоевать. Пока неделя не пройдет, говорит, некуда идти. Все, что мог, уже пробил. Теперь тоже буду фигней страдать. Ладно. Эх, посмотрите, сколько серы, а я к ней не могу никак добраться. Обидно. Так, ну что, Ивар нас сейчас разгонит. Пятая скорость, а тут шестая. Мы скелетов пока дотянем сюда. Септиену можно вообще домой, наверное, гнать. Хотя дома, что и делать дома. Пускай сидит тогда в этом замке. Низу это ничего нет. можно можно было бы здесь рудник захватить. Но тут обязательно алмазные големы надо пробивать. Вообще големы как бы это небольшая такая уж проблема, просто у них много жизней. То есть количество скелетов мне нужно иметь гораздо большее. скелетов теперь у меня еще есть небольшой ударный стекс кентавров. Мы сможем с вами забрать этой армией себе еще одну шахту. даже дров не хватает. У меня дров и руды завались. Золота нет. Стражи брать их с собой или нет? наверно возьмем. За золото я молчу говорит. Да. Случайные карты обычные они очень бедные. Эх он достает на следующий день. что я так просчитался то? Ладно. Давай сюда сюда одного хотя бы надо попробовать вниз загнать. О! Один пошел. Второй вверх. хорошо. Хорошо. Но ответочку надо снимать. Потому что за один удар я не смогу их никоим образом. он. Ай-яй-яй-яй-яй я не достаю до них. Ну что ты будешь делать? Давай сюда. Сюда. Навалил. Ай-яй-яй-яй почти вырезали. Охо-хо-хо-хо. Хана стражам. Надо было не брать. Единичками перекроем проход. Да. Скорость большая. Потому что родная земля у них. Ну тут уже сейчас будет идти добивание. Но потери конечно аховые. Так. нас надо разогнать. Давай-ка сюда. Вот так. Успевает нас разогнать. Замечательно. Асптиена садится в замок. 3000. Ну что? Есть цитадель возможность поставить. Если я 2500 возьму тогда 1000 будет капать. Я не успею поставить цитадель. значит будет в первую очередь цитадель все-таки а не префектура. Все-таки количество армий важнее. так забираем все это дело мне только ждать говорит но что поделаешь мне тоже особых занятий пока что нет это взаимно что копить на префектуру будем следующий день все неделька грубо говоря уже прошла моментально соперник начинает пропускать ходы занятий нет а что делать у нас примерно то же самое поедем вверх либо же на кентавров а их здесь тоже уже минимум 50 но их было меньше так что их 50 или чуть-чуть больше явно не 99 все равно битва конечно неприятная ладно давайте все-таки префектуру поставим что мы будем делать идти на кентавров не с чем на следующий день если скелетов докупим тогда можно будет пойти встанем под пробивку здесь или сюда вот этих ребят мы в принципе потянем тогда начнем со скелета потом поедем уже на повышалке так второй день второй недели у нас и сейчас мы будем с вами сражаться именно со скелетами так скелеты скелеты 18 штук мы можем всего лишь докупить но и этих 18 штук тоже довольно внушительные нам должно этого хватить так витамина подводим 72 так 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 где снизу наверное встанем вперед раз ага 2 3 прячемся в так и он пошел вверх все-таки входим сюда тут мы выйдем сам куда я стал вот это я конечно подставил ай-яй-яй вот так вот бывает нажимаете не туда и все и в связи с этим возникают потом всяческие проблемы сейчас еще единичку будем терять хитрый не ту единичку мне выбил ладно плюс 12 скелетов то есть мы в плюсе с вами остались после этой битвы но но здесь нам надо минимум два ударных стека так раз два выкинемся прячемся давай сюда сюда тут закрываемся пойдет тут один еще остался выйти выйти выбираем один из стеков тут мы подставим единичку тоже выбиваем стек давайте даже два да хоть и три чтобы он купился на единичку продвинули мы себе землю сейчас видамина нам вот так вот ход откроет все добавили силу магии уже в принципе неплохо мы прокачаны встанем здесь видамина нас разгонит таким вот образом саму видамина тоже качнем да сейчас всех героев можно прогнать через это дело будет давайте сюда забираем тоже потом здесь никого нет сейчас мы септиену прогоним кстати можно преобразователь скелетов сделать тетраглодитов с гарпиями перегнать но это будет тогда когда у нас будет достаточно золота сейчас золота у нас просто напросто нет много утра нагоним домой уже пятый уровень хотя стоп я же забыл что у нас есть проход еще и слева здесь все пробиваемо еще можно ртути себе добавить так ну на гарпи наверное навряд мы пойдем да и по болоту опять слишком много болот вот с этой стороны болота здесь болото здесь мы вышли сразу же на болото одни болото вот два ящика пандоры мы их потом будем забирать когда уже более менее у нас будет по армии не так как сейчас наш ход хорошо ведомина тоже ой 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 так ведомина да да что такое передаем всю армию 83 сейчас только начинаем копить москелетов отлично прогнали галтран галтран идем на фей ведомина должна у нас забрать лишних а галтран сейчас будет воевать так 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 а у нас есть книга заклинаний хорошо маны правда маловато но мы пополним ману не проблема для фей мы сделаем три ударных стека так 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 единичек тоже наделали с вами они завейтились ну они-то знают как себя правильно вести в таких случаях к сожалению не смогу полностью закрыться и один стек пострадает надо было все-таки два стека сделать а не три погорячился я ну ладно ну что ж ой зачем я это сделал взял единичку сейчас лил что это за корабль сегодня вообще не на шутку так идем далее здесь мы не достаем Септиенко вот она вовремя как раз подъехала а разогнать там она с ней успеет ем или толку с того что она сюда приехала давай назад здесь мы пока хотя стоп а мы здесь были нет ну так надо прогонять через этот объект его что мы знаем о сопернике то что он не прокачан 2 2 1 1 взял он себе гуннера гуннера обычно берет из-за логистики только меня конечно повеселило то что он от тактики хотел отказаться многие готовы за тактику я не знаю на многое пойти а он так легко хочет от нее отказаться что у нас есть волна смерти так галтран галтран давай вперед о улик но опять же за король еще один улик здесь скелеты ой ой там сложная битва будет пробивать элементали это очень сложно на любом этапе склады циклопов я единичек не наделал е-мое вот это да как так можно было я не знаю давай сюда чтобы хотя бы двое до нас доставали а не трое а то они нас окружат и у нас вообще никаких шансов не будет нет склады атаковать не буду просто сейчас загляну к гоблином надо чтобы нас разогнали для этого на тебе вот так вот септиена совсем чуть-чуть ей не хватило ну ладно давайте просто разведку какую-то минимальную хотя бы сделаем так еще одну префектуру ставим теперь уже нам будет капать нормально рынок 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 давайте рынок поставим так и быть следующий ход кстати я не посмотрел сколько замков у соперника один с одним замком он еще сидит то есть не спешит развиваться на медуз пошел это конечно с его стороны было очень так серьезно даже очень серьезные игроки они только в крайних случаях идут воевать со стрелками на первых двух неделях только если ну очень надо но нам написали меня и пешие снесли сильно много их наверное золото может у нас тоже проблематично немножечко здесь ну ладно так здесь скорее всего будем делиться на два ударных стека и единички ошибка была. Теперь золота нет даже. Я армию тоже потерял. Много, но для некроманта. Это не проблема. Ну что, будем выходить отсюда. Сейчас нас тут разгонят. Это сделает Тиена. Вот так вот, забрал всех скелетов. Хорошо. И сам Галтран на разгоне. Мне надо неделю, чтобы восстановиться. Хатаюсь за шахтой, воюю. Больше ничего делать. Не тратить бабло и отстроиться. Но да, в общем-то, это проблема всегда. Где-нибудь сливаешь армию, и потом начинаются очень серьезные проблемы. Рынок, рынок. Гильдия Мага. Ну давайте. Гильдия Мага, в принципе, нам нужна. А то заклинаний нам не хватает. Заодно поедем сейчас возьмем новые заклинания. Так. Ну что, Септиена должна вернуть армию. Галтран отсюда уходит. Ну и все. Единственный выход у нас остался. Это через Гарпий опять на болото бежать. Ну мы сбегаем с вами, возьмем немножечко себе. Так. Разгон. Соклинаний возьмем мы себе. Так. Две с половиной тысячи. Усилитель Некромантии. Вообще, да, усилитель Некромантии надо, но позже, не сейчас. Пока, может быть, даже в сторону муниципалитета будем двигаться. Вообще, играя за Некромантов, отстройка замка, это не самое важное задание. Главное, накопить побольше скелетов. Все. Отличное замедление есть и стрелка. Все остальное не важно. Дальше Каменная кожа и щит это уже хорошо, если есть, но не жизненно важно. Так, так, так. Гильдию магов еще одну второго уровня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего толкового не зашло, кроме как Волна Смерти. Но наш соперник не использует в бою единички, поэтому навряд мне это заклинание пригодится. Ладно. Идем на Гарпий. Хотя нет, все-таки я повоюю с кентаврами. Вот это не проблема с ними повоевать. Нет никаких проблем с этим. Так что не будем себя в этом деле останавливать. Тем более потерь у нас много быть не должно из-за этого. Как раз неделька прошла. О, как хорошо. Мне желательно поднять уровень, чтобы маны было побольше. Потому что с десятью маны это вообще воевать не серьезно. Вот сейчас мы делаем усилитель некромантии. И докупаем еще скелетов. Так, и одних скелетов вполне достаточно, чтобы повоевать. Снова делаем с вами два стека. Которые мы быстренько закроем. Вперед, вперед. И побыстрее надо прокачать нам. Ах, как же оно. Экспертная земля. Единичку выбили нам. Ну что же. Отходим назад. Немножко вперед. И начинаем выбивать те стеки, которые есть. Прикрываем. К нам все равно достают. Проблема. Здесь тоже достанут однозначно. Хоть как-то, ладно. Все, двенадцать потеряли. Двадцать взяли. Остались в плюсе. Это самое главное, что в плюсе. Так, видамина снова нас разгоняет. Саму ее мы посадим в замок. Септиена приехала. Ну и следующий ход. Как наш ход? Что, идем на болото? Больше идти не туда. Ты хоть на меня не нападай. Я пока очень далеко. Демонстративное насилие в адрес профессионального журналистов и министов было не только не уместно, но и не окрашено, чтобы в адрес журналистов президентского фула, которые узнали, что в полмире, и 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 в полмире. Думаю, не одну неделю если пробьюсь. Даже не знаю, муниципалитет скоро может стать у нас. Галтран на всех парах вперед. Здесь мы тоже подтягиваем армию к нему. Септиена забирает заклинание. И тоже идет за нами, чтобы она везде была, нет. И здесь не было, сейчас мы его через все прогоним. Снова наш ход. Так, замок и муниципалитет. Ну пока замок не горит, замок к концу недели нам нужен, не сейчас. 2049 гарпий. Так, становимся поближе. Подходит и сам Галтран. Передаем ему армию. На две части разделимся опять на два стека. И вперед. Так, давай сюда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлично. Встали поближе немножечко. Давай сюда, тоже вперед. 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 И нужен щиток. Опять за Капитолий вопрос. Да что такое, ребят? Капитолий это вообще не важно в обереге. Так, так, так. Еще один щит. Все, теперь вырезаем. Со всех сторон обошли. О, уже единички начали съедать. Понимаю, что это единственный шанс. О, говорит, с каких делов? С таких, что армии у тебя будет меньше из-за его отстройки. Размер армии важнее. Так, девяносто пять. Сейчас еще одна битва, опять на два стека. Почему меньше? В первый раз слышу. Цитадель. Он же бабла дает. Бабло дает. Но лучше армию сначала отстроить, чтобы ее больше было. А так ты Капитолий построишь, а армии нет еще всей. Золото на карте и так полно. Так, хорошо, не отвлекаемся. Так можно надолго засесть. Ну, все новички, в общем-то, играют через Капитолий. Так, надо в другие зоны бегать просто. На каждой зоне по чуть-чуть. Сюда. Так. Вырезаем по чуть-чуть. Как бы так стать. Единички. Порой они даже отвлекают. Так, семерых потеряли. Двенадцать взяли. Гарпи. Витамина. А ну-ка, разгони-ка нас. Хорошо. И снова гарпи. Не, ну это издевательство, ребят. Это издевательство. Там, правда, выход идет на траву, но очень много гарпи. Это уже даже не смешно. Как так можно? Станем где-то здесь, чтобы цепочка хотя бы минимальная вырисовывалась у нас. Так. Что, пойдем или не пойдем? На гарпий. 100 скелетов есть. Если пойдем, то мы потеряем их довольно много. И подмога какая-то по-любому нам надо. Те же вампиры. Тридцать здоровья, восемь вампиров. Говорит так, как умею. Те же вампиры. Так. Так, передаем дальше вампиров. С вампирами хоть немножечко будет проще нам. Стой скелетов. 8 вампиров. Ох, я уже чувствую, как я буду сейчас отгребать. Особенно, если их все-таки около 90. Ох, 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 ох. Блин, мне бы ману пополнить. Вот я тупанул. Сейчас экспертное замедление. И тут можно было вообще разбирать этих ребят на раз-два. Ладно. Ай-яй-яй. Это плохо. Это очень-очень плохо. Ладно, выйдем все. Вот эту вот гарпию надо нам в первую очередь как-то пытаться вырезать. Но пока не знаю, каким образом. Ну, надо идти вперед. Но толку ждать. Ждать толку нет никакого. Эх, не по тем гарпиям. Надо было начинать с этих. Да, уже потерял много вампиров. Главное, что мы добрались до основного стека гарпии. Который будем вырезать. Очень много армии сейчас у нас сляжет. Два вампира. Вот это, конечно, печаль. Могут ли нас разогнать? Похоже, что не совсем. ХОРОТ ВОЛПИС ВОЛПИС Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для нас главное потихонечку пополнять армию Галтрана Кстати, я же его не разогнал Ой, ну что я за человек-то, а? Ладно Тут ничего интересного Так, идем вперед Ой-ой-ой, сюда мы точно не пойдем Здесь чародеи Пробовать пробиться уже Третьим героем Так, а через дорогу не пройти, гномы мешают Надеюсь, в этот раз удачно Давайте вот так Пробьем гномиков Думаю, особых проблем не должно возникнуть Но мало ли Все может быть Так, пока все ровненько Выйтимся Короче, все мы выйдемся Ой-ой-ой Фух По вампирам не ударили Давай сюда-сюда Даже не вырезаем за один раз Вы представляете Единички подставим Там под удар Так, двое осталось Ну, на щиточек насобирали Хорошо Вейт-вейт Вырезаем Тоже вырезаем Подставляем единичку Ох Хорошая возможность ударить Пойдет По единичкам начались уже Расхаживать наши ребята Для нас это и хорошо Щитком все-таки потери у нас будут маленькие 12 потеряли 16 взяли Все равно в плюсе Так, ну я сейчас дотягиваюсь Поэтому все-таки, наверное, пока вперед Так Кучу единичек наделаем И полный вперед Мамы нет Вперед По старой схеме нашей Во, они уже переключились на скелетов На наши единички Только начинаем подлетать Все Они заблокированы Теперь На всех парах Полный вперед Вейт-вейт Тоже полный вперед Есть такое дело Это вампиры В принципе Сами неплохо разобрались Четыре всего лишь потеряли Садимся И разгоняемся На вампирах тогда Ставим таверну Скоро еще одна префектура У нас появится Так Чуть-чуть не дотягиваемся Чтобы забрать здесь И тут тоже Чуть-чуть не дотянулись Все Следующий ход А где Септиена Она у нас в цепи Посадим ее пока в замок На открытой местности Она нам пока не сильно важна О, так мы еще и до золота Дотягиваемся Неплохо Вот сейчас Начинается жизнь И ресурсов нормально Все кроме серы Сейчас мы быстренько Эту территорию зачистим Тремя героями И тогда пробьемся Через горб Ой-ой-ой Ну что ты будешь делать Как-то вот с охранами Вообще не с везлом Не, ну лучше так, конечно Чем Как у соперника Со стрелками В одну сторону Когда мы пошли в подземелье Там Тоже Ой, в подземелье Я говорю На болото Здесь тоже стрелков было много Поэтому нам пришлось Отсюда убираться Кстати, а вот сейчас Можно пойти и на алмазных големов Правда Тогда нужно цепочку Обратно выстраивать будет Мы подумаем над этим Выстроить цепочку назад Разбиться там Выкупиться здесь И сразу же атаковать Алмазных големов И разведать новую территорию Посмотреть, куда она идет Так, отлично Забираем Забираем Сюда Все, по сути Территория зачищена Лесопилка и рудник Заберутся на следующий день Галтрану Забираем Так Префектура Можем даже стрелков взять Для отвлечения Это, кстати, самое оно Стрелки Стрелки, стрелки Тогда пойти на горгулей Они, по идее Всеми возможными способами Попытаются Их бить Плюс ударных стыков Теперь у нас больше Так Что пойдем на горгулек 50,99 Ох, ничего себе Мне бы ману где-то пополнить Щит Ну щит у меня уже есть С маной было бы проще Вот вопрос Спешите идти на них сейчас Или чуть-чуть попозже На ману мне Три дня бежать Чтобы пополнить Нет Надо бить сразу 50 Нет, потери будут аховые Вот здесь тогда через хоббитов будем проходить Вейт Отлично Они стрелков сделали Приоритетом у себя Вейт Так Теперь можно уже И нам бежать вперед Вейтимся Вейтимся Блокируем Одних Блокируем вторых Врезаемся Тоже поближе подходим Вейтимся Так Отлично Вырезаем верхний стек И тут Сейчас вампиры должны добивать Хорошо 16 скелетов себе Добавили Отлично Вышли Ивар нас разгонит На вампирах Сам он пройти Конечно Здесь не сможет Ну и ладно Так 137 Поднимаем Оооо Какой-то проход Есть И мы нашли с вами Серу Сейчас будем сражаться За нее Ивар нам подтянет Армию Так Давайте Единичек Наклепаем А стоп Вот так Даже Как-то так Как-то так Ой Битва с сорками Ладно Делать нечего Идем Вперед Как раз Родная земля У этих ребят Поэтому скорость У них не четвертая Так должна быть А пятая Выйтимся И уже начинаем Подбираться Поближе Все На следующий ход Они доходят И только теперь Мы начинаем Лететь Вперед Раз Два Вперед Вперед Тоже Подлетаем Поближе Плокируем Нижний Остаемся Вырезаемся Раз Два Так И все Добиваем 18 скелетов Потеряли Но тут мы Конечно В плюс Не ушли После этой битвы Ну да ладно Забираем Ресурсы Опять таки Вот с чем С чем А с ресурсами У нас проблем нет Три рынка Поставили И теперь Если что Будем выменивать Все что нам Необходимо Вот нам Нам надо Например Десять серы Десять серы Пять серы Три Еще чуть-чуть Вот десять серы Пожалуйста Теперь у нас Уже Мавзолей Встает Отлично А стоп Я не успел Наменять У нас тут уже На муниципалитет Как раз А пять тысяч Не На целых пять тысяч Я торговать Конечно Пока что Не буду У нас со временем Не так капнет Эта сумма Щоупс Говорит Медус Мочканула Дальше Орки Да капец Давай Перезапускай Последний Их там Дофига Ну что ж Даем Автосейв Сопернику Зомби Пробил Говорит А дальше Чародеи Продолжение следует у единорогов здоровье большое 19 штук круто так серы собрали подходим сюда и вор сейчас нас разгонит пару недель пока войска не накоплю вообще теку дороги пацанец кем ладно мы идем пока вниз то же самое здесь тоже выходим делать нам здесь нечего идем пока вниз будем там где-то выходить 5000 монособирары ой замок я поздно поставил правтыкал то моя лажа как-то подзабыл что он у меня не стоит и переключился на то чтобы второй муниципалитет поставить вот из-за этого теперь не досчитаюсь нужного количества армии ну армию тянем вниз в замок потому как вправо возможности пойти нет через чародеев а больше никаких проходов у нас не имеется ну да больше никаких проходов нет идем вниз все что могли мы уже зачистили так 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 на муниципалитет нам чуть-чуть не хватает сейчас мы выменяем себе необходимое количество золота все теперь у нас два муниципалитета это как один капитолий грубо говоря идем ниже вообще если бы цепочка была отстроена то можно было бы разбиться и гораздо быстрее добраться до нужного места так считайте неделю мы будем просто заниматься какими-то красивыми бегами что ли непонятными действиями что еще один муниципалитет лупить или все же не стоит давайте я знаю больше мне строить ничего в общем то не надо рыцарей конечно да было бы круто отстроить но хотя вы знаете концу недели можем их поставить быстрый ход соперника галтран галтран вот как раз дворец мы у нас быстро устает заходить особого смысла нет нам единственная мама пополнить переносли уже немножечко больше и продолжать двигаться в том же направлении так садимся внутрь замка здесь будем наверное продолжать бежать дальше как-то так я не знаю цитадель рынок на кузницу нам 1000 надо что если мы выменяем сейчас эту тысячу у нас например тути довольно большое количество поэтому кузницу не проблема построить все теперь для муниципалитета не хватает только еще одного буквально хода и золота больше ничего нам не надо вот 5000 пожалуйста мы с вами делаем еще один муниципалитет 6000 заход это ли не круто ребят так бежим дальше вперед и на следующий ход уже у нас будет там какие-то стычки так здесь все достается ставим и видамину в цепь когда здесь еще дальше и все на следующий ход уже будем с вами скупляться передавать хоть какую-то армию все на следующий ход мы с вами выходим ребят через алмазных големов но я думаю их уже там с каждой неделе количество копится и накопилось уже порядка там наверно 15 может больше в принципе раскачать можно войска потом так сильно пободаться только не знаю что значит прокачать войско загребить его возможно имеется в виду так ну со стрелками уже будет нам попроще воевать скелеты 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 вампиров еще три штучки взять так ну давайте еще золото 1200 1700 рыцари смогут на себя брать первый удар и снимать ответки в таком случае сейчас хоть золотишко пойдет золотишко говорит пойдет но у нас с этим проблем вроде бы как не намечается поначалу конечно были проблемы но мы их с вами вовремя решили выставляем армию далее хорошо все можно вниз это как в трех замках как в каждом замке по муниципалитету как еще так так есть такое дело можно единичек еще надавать уграл очень много стало вот не дает мне этот артефакт из жизни хочется его все таки забрать так всеми выйти все прикроемся за один удар я думаю должны убивать в принципе хорошо всеми выйти все по единичку отдал просто так опять таки не подрасчитал хорошо ослабим нижний стек пока мы выбиваем с вами верхний все здесь добиваем не добиваем даже ничего себе так здесь в общем то все смотреть на что потери минимальные так и нам зашло оружие соперник вышел из игры как так выкинуло что ли давайте сохранимся на всякий случай назовем эту игру хеопс давайте проверим да оборвало связь почему то ладно нам все равно желательно доходить так так с этими гарпиями конечно проблемы будут так соперником оборвало и загружу так а у нас есть замедление которое нам очень сильно поможет всеми выйти у них сейчас вообще четвертая скорость у нас даже пятая так что мы имеем преимущество над ними в этой битве по скорости так ну что особого смысла ломиться вперед нам как не было так и нет ожидаем все можно найти вырезать их каждого по чуть-чуть вот так и добиваем без потерь красота плюс 20 скелетов так еще гарпии ну с гарпиами у нас уже сложилось неплохо так вверху портал причем односторонний насколько я вижу так что мы туда с вами не пойдем всеми выйти все не хотят они ни в какую бежать к нам вот а теперь мы лепим им тоже экспертное замедление посмотрим как они на это отреагируют снова всеми выйти все стали ближе минус стек тоже минус стек так без потерь вот таки плюс еще 12 скелетов хо 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 так есть выход на песок это похоже центр да и выход проход сюда 2049 лучше я сюда пойду да и повоюю с ними я ничего не построил еще у меня время уже закончилось что же это я так так хорошо защищаемся снова всеми выйти закрылись так минус стек раз минус стек хотя нет не минус стек и еще и не ударил молодежь попытки куда-то выбежать что-то построить не успел так загрузились продолжили я понятное дело ничего у себя не делал ничего не строить потому что это не спортивно и так не честно так впереди надо идти на гогов значит берем две лошадки кстати через големов тоже интересный вариант накидку забрать магическую давайте завыйтимся пробиваться тут у нас без особых проблем должно как обычно в общем мы уже достигли того уровня когда все довольно просто пробивается увидимся уходим назад вырезаем пятая скорость против пятой так уходим выше хорошо вейт 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 они тут достают отойдем назад уж нам то спешить точно некуда так ну что же вампиром никто на атаку не отвечает вот сейчас сейчас снимем с вами ответный удар хорошо так по здоровью нормально выдерживаем и скелетами надо ударить и скелетами надо ударить главное чтобы скелеты раньше ходили замечательно вот и все 18 скелетов себе сделали прирост так ну а теперь непосредственно сама битва они убегают и я не против пускай даже минимальные но потери бы были у нас все захватываем замок и надеюсь у нас хотя нет мовпоинтер наверное уже не хватит 6 давайте завейтимся я знаю единички так гарпии думаю можно добивать ничего им тут делать стрелочка на 80 лишние потери нам не нужны вейт вейт но троечка осталось уходим ну а тут добиваем все это конец всего лишь единичку потеряли ой отлично и мы теперь с вами разгоняемся на седьмой скорости замечательно так в тот раз мы с вами ничего не смогли построить так это 5000 стоит но здесь ничего не надо здесь поставим с вами еще одну таверну вообще седьмой день даже даже не знаю на что нам сделать ставку теперь копить серу может листок может нам цепочку как-то с вами вырисовать здесь где-нибудь здесь сначала цепь так тут и ведамина так септиена ее тоже надо в цепь вот вот сюда а ведамина так допустим выше где-нибудь здесь здесь станем дальше ну вот минимальная цепь у нас вырисовалась на следующую недельку кого-то еще докупим и передадим армию практически моментальный ход соперник ой-ой-ой и это неделя чумы все что я копил все зря вот так бывает порой ладно скелетов мы грейдить по-любому не будем вампиров бы загрейдить самоцветов не хватает а сколько надо еще пять еще пять давайте попробуем вы менять 3 и еще один вот теперь можно загрейдить вампиров наконец-то скелетов вообще не осталось тогда будем тряпок долозить ну зомби как-нибудь потом да целую кучу армии я сейчас потерял вот так вот бывает почему было это все дело не выкупит раньше не знаю ну ладно что случилось то случилось мы этого уже не изменим придется тогда выкупать с остальных замков переделывать все в скелетов наверное так так отдаем войска так ну мы замка будем сейчас выходить так что мы сами выйдем так здесь рынка нет две с половиной тысячи надо накопить вот и сейчас с вами поставим еще одну префектуру таким образом золото у нас теперь куча будет так идем сюда так 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 лампирователь забираем есть тряпки давайте тряпок сюда скелетов побольше все остальное мы отвезем назад видамина забирает будем это дело грейдить это все уже на следующий ход да то есть сейчас у соперника появится замечательный шанс догонять меня все что я отстроил раньше него то это уже не сыграет в этот раз на моей стороне воспользуются соперники или нет посмотрим так выйдем все выйдем все выйдем все всеми так ну что за один приход двадцать восемь скелетов так тролли потянем ли мы их так ну в принципе с маной бы потянул и а так конечно давайте еще с зомби сразимся так так домой снова выйдем все надо опыт потихонечку нам набивать а то что то совсем не как ну сейчас скелеты у нас конечно растут очень и очень сильно вот и все скелеты за один присест целыми кучами убивают следующий ход будем делать ставку на скелетов в этой игре так берем видамину видамина значит сюда забежит выкупит все эти дела хотя гарпии жалко переделывать гарпии пусть будут так септиена тут будет проходить мимо так видамина передает ей необходимые войска на грейт и переделку так и в принципе гарпий можно будет подтянуть так септиена тащит все это дело вниз хорошо что болото короткое довольно быстро это все дело подвозится садимся в замок грейдим зомбарей тоже грейдим ах преобразователь скелетов не сделал ладно давайте тогда на следующий день мы будем все передавать 9 скорость тогда на разгончике все это дело оставим так 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 давайте чуть дальше отойдем здесь тоже не посещено вернемся так так кстати здесь и маму можно будет пополнять в этом самом шаде в центре конечно тут много интересностей следующий следующий ход следующий ход что-то в плане прокачки у нашего соперника но армия у аджита а кто у него главный герой сейчас я конечно не знаю в принципе и мы прокачаны довольно слабо учитывая то что второй месяц а мы только 10 уровня быстренько получаем мы ответ так преобразователь скелетов ставим в зомбарей мы загрейдим так 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 давай-ка сюда получаем в итоге скелетов вообще зомбарей часто переделывают тоже в скелетов но я все-таки зомбарей держу из-за того что у них жизни много и это позволяет им оставаться в роли терпил отлично пробегаем по болоту подвозя войска надо бы вернуться забираем забираем везем далее так ну здесь уже и вор забирает войска подвозит нам войска поближе так ну что галтран есть копейщики зомби вообще скелеты наверное пока не очень важны да и зомби пока с единичками побегаем так все скупаю и пробую пройти рваться если не получится теряется смысл партии как скажешь блин быструю битву надо бы уже включить давай вверх так тут преимущество по скорости будет уже угрыженных скелетов они у нас вот давай-ка мы лупанем и выбиваем все мы выйдем закрылись все должны вырезать отлично в бисник мы тоже залезем только сначала быструю битву надо включить шесть скелетов ну я согласен мы все равно получим больше сорок скелетов нафармили надо вначале было лезть хотя сейчас тоже не факт говорит ну да ну да ну здесь и каменные глазки тоже можно в принципе армии набрать будет неплохо кстати можно видами на сюда пригнать и как раз видамины пробиваться в какую-то другую сторону как раз вот армии ей отсюда из шаде вполне будет достаточно говорит наполовину отстроился хотя нет я же не наполовину но всех кроме драконов но из-за чумы все подохли почти жду еще говорить чтобы скопить все войска так они уходят и я не против здесь битва с ограми с потерей единички я думаю и без потери единички здесь должно все дело решаться сюда пойдет тут мы внизу стоим так выйдем ся выйдем ся тут защищаемся и тут тоже закрываемся пока не подходят но стали они четко просто мечта выйдем ся всеми так сколько их тут шесть семь восемь ну что по восьмерочке хлопнем так три три верхний стык и еще разок все без потерь девять скелета это эх соперника опять оборвало сейчас захватим с вами еще один замок сохранимся домой домой а стоп здесь еще и стрелки ну ладно зачем я тогда выйти ся единичка осталось выйти ся вперед все равно вот приспичили наши скелеты так выкинул понял сейчас доходил и загружу так все добиваем с потерей всего лишь единички все это дело решили станем с вами на разгоне так вроде как так сама ведамина имеет возможность выкупить здесь войска чтобы не не воевать наверное и вор сейчас тоже ей где она тут стоит а вот аж где передаст войска чтобы она воевала сам поедет вверх а ведамина будет здесь потихонечку фармиться их аж 80 штук антимораль это беда 60 надо было все таки кентавров конечно убирать так что тут скажешь что тут скажешь добрали еще гарпий так а септиен она вроде как ничего больше не делает что что ее поставим где-то здесь в цепи так ну и по идее все соперника выкинуло сейчас мы загрузим отлично сейчас загрузимся с вами все говорит погнал ни пуха ни пера ни пера капец покоцали за кого он за темницу по моему играет ну да кстати шакти выбрал молодец шакти это классный герой для первоначальной игры 2049 значит так вор ты забираешь у нас этого чудика теперь войско докупать 5099 так здесь надо поближе встать раз два в третий слот так копеечек наделать наверное так копеечек наделать так мы будем воевать на два фронта четвертая скорость против пятой так у нас еще и преимущество если вниз пойду может там раскачаю ну да все может быть не достает вот 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 теперь зомби тут должны не подвести одного правда потеряли обидно досадно но ладно все добиваем все добиваем этот стек так будет на зомби на месте зомби конечно кто-то другой может быть полегло бы и больше а так у них предостаточно здоровья так мы все равно первое ударим давайте гарпиями тогда ну ладно понеслась отлично пока скелетов мало так что приходится выживать с тем что есть так давайте себе поможем немножко чтобы потери были меньшие ответка снята так что теперь наваливаемся всеми имеющимися стеками ну вот единичка строй антимораль это было плохо экспертная некромантия зашла четко так куда дальше ею идти воевать где-нибудь здесь качнуть ухту и вот это щит часового плюс 12 к защите если не ошибаюсь это конечно круто но я не знаю как к нему добраться если если что ставим таверну мощь армии королевства у нас больше но это не может не радовать но я тебя навряд догоню давайте как знать так давай ближе выйдем все тоже ближе тут вперед вот так так о еще и вниз пошел но сам себе проблему создал уходим вверх так все закрылись до единички достает отлично вот и все плюс 34 скелета ладно как и быть голубку по знанию заберем что здесь тогда и разгонимся надеюсь соперник сейчас не выскочит из ниоткуда по идее конечно не должен о склеп драконов либо капитолий давайте капитолий склеп драконов в конце недели успеется часовня безмолвия так пока этот замок строится не будет дракошки станут потом на данном этапе неизвестно что нам зайдет новым навыкам потому что мы уже эксперты по некромантии по магии земли по доспехами и оружия воин получился у нас отлично так ну не помешала бы как раз тактика нам что еще даже не знаю что еще нам по сути это надо посмотрим будем наверное в этот портал лезть хотя монолит входа это односторонник нет рисковать не будем значит вот сюда надо будет возвращаться ой 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 да тут можно пофармить себе скелетов неплохо так так забираем все войска сейчас себе артефакт заберем и пофармим скелетов да что они мне все тряпок пытаются убить назад вейд сюда тут вперед горшков то нет что за горшки о это было хорошо вейд еще разок вейд вейд ай-яй-яй до скелетов достал ну теперь придется рубить девятерых съели мудрость так ну заглянем потом что там в портале 4 скелета предлагают съесть нет я жадный после дров вот ааа сюда вперед стульеты ух ты знают как становиться надо чтобы мне больше нравилось ходим назад вылетимся закрылись все вырезаем верхний стык раз и два нижних урков сотня каких снести быстрыми отрядами стрелков надо пробивать снова разгоняемся вот у нас тут тоже орки давай сюда так что сбегать витаминкой посмотреть что тут наверху вообще творится ставим склеп давайте сразу выкупать чтобы не было у нас потом проблем со всякими неделями чумы когда партия играется с подключенным патчем хэверулс там по моему недель чумы не бывает по крайней мере мне по моему не попадалось ни разу так ну в принципе вот мне бы добраться сейчас до утопии игра была бы сделана таких 7 и кидаются топорами нехило ну да ну да вблизи они половина урона только наносят как сказать в кулачном бою что ли так забираем главное не бежать на них с первого хода главное не бежать на них с первого хода давайте их сбивать 14 скелетов до сейчас всеми выйти урона отлично 23 нет пока что бить не буду вот так о как хорошо вампиры вампиры конечно рулят одними вампирами можно целые утопии брать если у вас достаточное количество вампиров но это если вы играете без правил как мы элементали земли можем себе позволить элементали ну ну тогда не лезь на них всеми выйдем все так что все один хотя бы через низ пошел уже хорошо шестая скорость и четвертая над верхними имеем преимущество так что по ними будем пулять давай сюда так снова выйд всеми выйдемся да сколько ж сидеть я так не развиваюсь пробуем вырезать 500 штук очень мощно бьет ребята идем наверх так они ходили или нет наверное еще нет так улетаем давайте сюда вообще со следующей недели пробую если замочат то перезапустишь ну ладно так выйдем все отходим назад единичку нам сгрызли вот так что выйдем все бьем защищаемся выйдем все и сносим вот так с потерей всего лишь единички нарисовали себе кучу скелетов так тут ждем тут разведываем территорию куча зомби нам бы стрелков чуть побольше часовинку себе сделаем поедем на следующей неделе мы тут скупим себе войска так префектуру и все золото у нас будет просто немерено так так профан так санек уже учится по моим видео так что ты следующий десятая часть говорит зачистил но я ему написал что уже около половины карты я зачистил так ну ладно пускай двоих типа убили чтобы побыстрее было элементарий огня пойдем зачищать спрашивает какой у меня уровень так а тут уже надо замедлялку кидать а то эти ребята шустрые так 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 говорит что я быстро прокачался но на самом деле это медленная прокачка я очень много пробегал впустую к сожалению прошлый раз говорит проблем не чувствовал только мне бы времени недельку в течение недели у меня не будет а он за прошлый раз так выйдем все выйдем со всеми отлично вырезаем самый мощный стык вверх что бьем вроде никого не погибло я надеюсь до 0 тряпок замечательно будем проверять теперь портал я бы пробежался и уровень поднял бы нормальный ну что я могу сказать упертый человек каждому из нас опыт подсказывает по-разному так лабиринт то неплохо два стрелка это уже армия поинтереснее так и первый день недели так если нормальный уровень то хана кто стоит на пути на больших картах маги проигрывают воинам в большинстве случаев маги рулят при маленьких армиях разрытые могилы лишними они не будут так дракушки ладно пока золота нет со следующего дня будем скупляться значит да если до утопии доберемся то шансов соперника не будет уже и так как бы преимущество по силе армии на нашей стороне об этом нам говорит компьютер а если еще и в топе это вообще хана говорит я и так проиграл я тебе еще в самом начале сказал почти любую партию можно выиграть если правильно стратегию продумать главное чтобы было где еще воевать где что-то захватывать ну например вот некромант у некроманта шансы есть всегда пока есть с кем воевать то есть можно скелета там пару-тройку тысяч себе накопить бегая просто от соперника главное чтобы у вас логистика была получше чтобы вас не могли догнать ну или магия чтобы у вас было что-то из портала или что-то в этом роде городского я их замочил молодчинка чем сильнее соперник выровняет игру до момента нашей встречи тем интереснее будет финальная битва и для него и для меня говорит что такое во везет нападаю говорит фиг с ним блин с такими темпами соперник где-то сольется и мы даже финалку не проведем это будет обидно не хотелось бы конечно убежали говорит ура отлично очевидно он еще на том уровне прокачки когда можно радоваться что враги от вас убегают то есть потери в этом бою для вас были бы большие и все-таки потери на том этапе еще важнее чем полученный опыт от проведенного боя пробуем мы появились где-то слева форт на холме а кого мы тут грейдить будем а мы можем пробраться сюда к сопернику в гуге ага тут еще и созерцателей целая куча но это не есть хорошо это плохо надеюсь что убегут нет они не убегают ладно да да сопернику надоело на одном месте сидеть так а у меня в принципе только родные войска 60 баллов урона по 3 примерно убьет атака 90 вот это больше урона наносит в итоге такс все равно по скелетам мочит хоть ты тресни так 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 вперед седьмая скорость против седьмой но всякий случай значит так красота вперед отлично все ах мы же одного еще не заблокировали точно точно да тряпок конечно потеряли это обидно может надо было ними вообще не бежать 4 тряпки слягло получили воздух так с этими ребятами не хочу даже воевать вот вот тут мы кучу скелетов себе наберем ладно готов даже трех отдать 39 получаем чародеи так и уже виднеется замок синего где-то снизу где-то снизу ну что выкупаем войска давайте только самое важное кристаллов тут целая куча ну тряпки это тоже важно тряпки еще и ману отбирают неплохо так ну сами скелеты или зомби давайте зомби доберем скелета у нас и так в принципе хватает с головой так подтягиваем всю эту армию а наездники сколько здоровья не помнишь это второй уровень где-то 30-35 примерно или это на третьем уровне или даже 25 так 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 ну они дважды бьют улучшенные так мы сейчас так отвлечемся с вами не успеем армию передать на давай сюда понял говорит едем вниз так уже золото не осталось ладно останемся тогда пока на одном месте интересно кто встретиться с соперником раньше наш главный герой или все таки ведамина думаю пробью говорит убежали говорит сынки так интересно будет ли здесь проход к сопернику или нет так так и в принципе место есть у нас то есть если созерцателей пробить и взять улик виверн тогда придется единичку выкинуть ничего страшного думаю в этом нет выкинем на чародея влезть не хочу это большие потери только бы здесь был проход и тогда уже встреча с соперником будет неминуема ни для него ни для нас конечно в замке но рановато мне на замок идти у меня нет штурмовой армии по заклинаниям у меня ту туговато конечно а вот на открытой местности с таким количеством скелетов конечно можно и потягаться по мощи армии королевство все таки мы продолжаем вести а у него самые сильные войска которые есть это только королевы медуз ну зато по золоту он лидирует но это и понятно мы скупились у нас все золото сейчас пропало вы так можете наблюдать за тем когда соперник скупляется то есть если он лидировал у вас по количеству денег а потом резко стал проигрывать вам то это единственный вариант что он потратил золото а значит он скуплялся и он готовится куда то пробиваться или уже едет к вам следить каждый ход за таверной желательно надо конечно так ну что будем пробивать созерцатели давайте наверное замок захватил говорит кстати это его родной замок насколько я вижу как у меня это хорошо армии можно объединить что каменную кожу тогда против стрелков ману надо уже пополнять побыстрее вейт что коней сдавать коней жалко одиннадцать скелетов заход ай-яй-яй вперед вот тряпок терять мне нельзя тряпки не пойдут маны уже нет никакой абсолютно пятьдесят семь выйдем ся становимся становимся пятнадцать штук но теперь надо пополнять конечно наши запасы хлоп по скелетам они раньше наверное ударят пятое пятое ну не факт да ударили раньше двадцать пять скелетов потерял но остался в плюсе двадцать восемь взял берем улик нормально шесть виверн забрали с вами таким образом и сейчас пополним ману и захватим его замок неужто так быстро все закончится нашел я все таки к нему проход логовом антикор лучше гарпию влучшить ну что едем тогда к сопернику всеми главными героями своими уже в принципе тянуть особого смысла нет он меня тоже сейчас увидит я думаю будет бежать домой замок вообще оставил без присмотра ну нельзя так делать надо хотя бы единички там оставлять а я еще и маму сейчас пополню ну то есть вообще красота так ну а вот и наш ход и соперник оставляет нам свой замок да не особо у него тут скуплено конечно говорит пошло дело сразу чувствуется когда уровень героя повыше такс возьмем себе тут единичек наставим но все равно дела ресурсов так и не нашел ну ну так ртути нет еще войск можно немножко подтянуть опа а вот и аджит домой так 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 вот он значит где ну армии немного так что значит будет воевать с витаминой в таком случае значит значит вихрьманы есть можно поставить в уголом антикор я не там поставил ну красавчик так цитадель давайте тогда хотя бы посадим сюда витамину разгоним ее чтобы на следующий ход она могла дать там какой-то отпор ну а раз он к нам так быстро дошел то мы отсюда тоже дойдем а вот он где то есть я его зажму с двух сторон если сейчас побегу за ним порождение зла ой слишком многого вы хотите такие прям потери сулите мне выйтемся третья скорость довольно легко должны вырезаться эти ребята так вверх вверх так ожидаем близко все равно боятся подходить ну и правильно делают чего уж тут ну надо врываться вам по-любому они так и делают вот минус так ну тут только вампирами можно поджать 10 7 5 вообще единичка осталось без потерь поиск пути взяли ну и все ему бежать уже будет некуда так а мы тут армию везли получается везли везли да не довезли посмотрим в какую из сторон он побежит так а где же его второй замок то вот здесь ниже наверно он вроде говорил что родной замок где-то захватывал о крылышки там сидят и он кстати возвращается будет садиться в свой второй замок наверное единственный оставшийся не захотел бежать на мою территорию ну в общем то у него там и шансов не было разве что один замок он бы мог захватить второй бы в котором у меня замок построен наш главный замок он бы не взял ну и здесь если бы вниз пошел то у меня по сути сейчас армия у трех героев и каждый из этих трех героев может его выиграть герои все более менее прокачаны здесь тоже если правильно хотя здесь книги заклинаний нет ну да и вор он бы мог в принципе если бы правильно воевал хорошенечко нас он говорит ты что прикалываешься чего что именно так ты же видел он же написал что нас видел или он конкретно этого героя имел ввиду только увидел то есть он свой замок даже не пытался строить могу тебе освободить этот замок не столь уважно напишем ему если хочет пусть идет в замок я готов пропустить его чтобы он сел в него я ему освобожу и в замке сразимся с ним да мне смысла нет сейчас драться говорит пару недель еще могу и пару недель подождать но у меня будет одна две тысячи скелетов к тому времени по две тысячи скелетов за две недели наверно я бы не накопил, но тысяча вполне было бы. Да, соперник говорит, завязываем, сдаётся и, в общем-то, финальной битвы не было. Но, ребят, мы с вами финалочку всё равно устроим. Просто на его месте будет компьютер. Так. Без потерь забираем раз. Пробиваем шаг Ти-2. Ну, и здесь буквально одного шага нам не хватает. Он убегает, садится в замок. И всё. Тут мы его, собственно, и дожмём. Давайте посмотрим, что у него было. Ну да, неделя-две, но что она ему даст? Абсолютно ничего. У меня бы сейчас и армия подъехала. через неделю-две ещё большая армия была бы. Три-пять. Да, конечно, слабовато. Ману стырили. Выйтимся. Сейчас подойдём поближе, и, в общем-то, на этом игра и закончится. Вперёд, вперёд, вперёд. Тоже вперёд. Так, даём себе щиток. Он продолжает мне вампиров пытаться замочить. Ну, это затея не очень хорошая, конечно. Так. Тут, наверное, даже дело не дойдёт до скелетов. Хотя, стоп, скелеты там подойдут. В идеале можно, конечно, каменный коз ради прикола ещё сделать. У скелета это единственный урон, который мы, наверное, понесём в этом бою. Ну, да, 31 скелет и всё. Ну, что это? Тут шансов было ноль. И через неделю, и через две, и через три. И даже месяц его не спасал. Если вы изначально не начали развиваться, то потом уже тяжело развиваться. Только если вы измените свою стратегию и попытаетесь вырулить за счёт чего-то другого, тогда у вас есть шансы. В противном случае шансов нет, если вы будете развиваться с такими же темпами. Но очень поздно. У кого темп игры выше, кто быстрее качается, развивается, тут, в общем-то, и побеждает. Другого в героях не дано. Это то, о чём я постоянно говорю новичкам, что играть так, как играли раньше, то есть через Капитолий, не получится. Не работает эта тактика. Забираем замок. Всё. Там ещё где-то его герой какой-то остался, но на этом уже конец. Ладненько, ребят, всем спасибо за внимание, всем пока, с вами был Армак. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И в нашей группе ВКонтакте обязательно примите участие, ребят, потому что именно от вас зависит, какие видео будут выходить, какие перестанут вообще, какие будут выходить чаще, какие реже и так далее. Опрос находится на стене. Пролистайте немножечко ниже, и там всё увидите.